Ребят, привет! Сегодня я познакомился с материнской платой. Впервые в руках держу материнскую плату под Socket 3647, однопроцессорную. И она небольшого размера. И, конечно же, захотелось рассказать вам, потому что большое количество людей, я знаю, уже вовсю используют подобное оборудование, устанавливают туда инженерники и всего подобного. Теперь вы будете знать чуточку больше. Итак, поехали! Это материнская плата Supermicro X11SPM-F. Материнская плата обладает поддержкой процессоров до 165 TDP, чипсет C621, 2 гигабитных LAN-порта 1 IPMI, поддержка до 768 гигабайт оперативной памяти ECC-3DS LR-DIME DDR4-2666. Материнская плата умеет обращаться с 12 SATA дисками. Обратите внимание, что SATA диски можно подключить несколькими разными типами, как именно SATA порты, так и SAS. Но провод в комплекте не идет. К большим материнским платам идут в комплекте вот такие провода, которые вот так подключаются. И обычные SATA коннекторы. SATA есть обычные. SATA с поддержкой SATA дом. 24 пина, 8 пинов, 4 пина Mulex. По-моему, вот это COM-порт. Управление питанием. Да, M2 есть. Потом PCI-Express 8, но с прорезью можно установить длинную, но будет работать только PCI-Express 8. Чипсет накрыт нестандартным радиатором. Интересно, круто. Размер материнской платы Micro ATX примерно 25 на 25 сантиметров. Прикольно. Ну что ж, вроде все. А с обратной стороны что? Нифига себе, такой просто мощнейший поддержка. Ну что, прекрасно. Вы, наверное, можете слышать, как громко кричит вентилятор. Да, они шумноваты. Вот так он работает. К сожалению, не знаю на каких оборотах. Но он орет, потому что ему нужно охлаждать, а он чувствует, что вентиляторов-то не хватает. Я убрал один вентилятор. И сейчас я включил его. Теретически он должен замолчать. Но этого не будет. Загрузилась операционная система. У меня сейчас DOS загрузился. Флешечки. И вентилятор. Перестал крутиться практически на 100%. А работает именно вот в таком режиме. Вот как вы видите, да, материнская плата на новый процессор 3647. Маленькая. И, конечно же, можно было бы поместить это все в более простой корпус. Но, к сожалению, я не знаю, почему клиент выбрал этот корпус. К сожалению. Наверное, из-за того, что здесь возможность установки 8 жестких дисков. В данный момент конфигурация. Установлено 2 SSD диска достаточно неплохих. 3110 от Intel. И 2 накопителя по 2 терабайта от... Почему бы и нет. Да, такой маленький сервачок. Наверное, вот из-за этой корзины 8-дисковый люди купили. Если вдруг вам не нужно такое количество дисков, но вы хотите новую систему под рендер или какие-то другие задачи, потому что вот все смелее и смелее 3647 сокет входит в нашу жизнь, то теперь вы знаете, что существует материнская плата X11 SPM-F от Supermicro. Она хорошая. И да, кстати, хотел, по-моему, про эти материнские платы. Грубо говоря, смотрите, если у вас не гигабитное подключение между роутером и сетевой карты, в операционной системе вы не увидите сети. Вот. Также интересна эта материнская плата, потому что у нее есть удаленное администрирование типа IPMI, то бишь это вы выделяете выделенный IP-шник на этот порт и заходите через IPMI на материнскую плату и получаете очень серьезный доступ к железу, то бишь вы даже можете по сети видеть операционную систему, что происходит на системе и даже BIOS. И если машина устанавливается удаленно, это очень даже хорошо. Ну, конечно же, если такие кулера вас пугают своим шумом, вы можете выбрать сейчас решение топовые бренды. Пока что не проверял их на действия, не держал в руках, но топовые бренды, которые выпускают кулера, уже предлагают такие решения. Ну, правда, они не дешевые по сравнению с этим. Этот кулер примерно стоит, по-моему, 43 доллара. По-моему, 43 доллара или от 40 долларов. А решения, которые красивые, тихие, тихоходные, башни, бренды предлагают где-то в районе от 60 и выше. То есть там соточка долларов легко сверху прилетает. Вот, пожалуй, все, что можно рассказать про эту материнскую плату и вообще систему. Ну, в общем, все ваши пожелания, предложения, комментарии оставляйте внизу. Спасибо, что посмотрели. Всем удачи, пишите письма.